Доброго времени суток, дамы и господа, и сегодня поговорим о том, как получить клеящего птенца Феникса. Секретный питомец, загадка которого разгадывалась целым комьюнити, целым дискорд сервером. Но на текущий момент это не такой уж и секретный питомец, просто нужно поднапрячься в его получении. Требуются нам разные реагенты для его получения, стоит помнить. Какие-то реагенты с актуального дополнения, а какие-то предметы со старых дополнений. Не зря на текущий момент нахожусь в Дреноре, в Пикахарака. Дренор, слава гарнизонам и всё такое. В Пикахарака нам потребуется священный пепел Феникса. Для начала нам его нужно собрать 10 штучек. Конечно, реагенты мы можем собирать в любой последовательности, но я решил начать именно отсюда. Почему бы и нет? Суть в том, что мы летаем по координатам. Координаты будут в комментариях, конечно же, в описании к видосику. И летая по точкам, мы находим котелки, которые дымятся. Если у нас есть шестерёнка, мы можем провзаимодействовать. И провзаимодействовав, мы получаем пепел. Собрав его 10 штук, мы можем двигаться дальше, к следующему этапу. Второй этап — это мерцающий уголёк Феникса. И тут идёт такой фактор, что мы не всегда можем его получить. Мы можем его получить только в ту неделю, когда активное путешествие во времени — катаклизм. Нам нужно убить Алисразор в рейде формата путешествия во времени. Всё, молодцы, мужики. Поздравляю вас. Вы молодцы. ГЦ, ГЦ. Уголёк получен для... Питомца. Найсу. Ого, там колец надропалось. Всё, ребятки, спасибо огромное за компанию. Надеюсь, вам было весело. Далее нам потребуется 20 безжизненного пепла Феникса. И дропается он только с определённых элементалей, которые находятся в центре кратера Унгора. С шансом 0,07%. Для того, чтобы получить все 20 штук, у меня ушло 4-4,5 часа. Что? Подряд? Два пепла? Иду лотерею играть. Нормально. Пять пепла. Хорош. После того, как мы добыли мерцающий уголёк Феникса, 20 безжизненного пепла Феникса и 10 священного пепла Феникса, мы отправляемся в пике Арака. Нам потребуется немножко поделать квестов, если они у нас не сделаны. Требуется выполнение цепочки под названием «Когда ворон проглотит солнце». Немножко нужно сделать квестов, и сразу же нам будет доступен этот торговец. Если у нас вообще не выполнены главы в пиках Арака, то нам нужно сделать «Тени сгущаются» 100%, «Тайны жрецов когтя», «Боги Арака», и только после этого Анзу появится в центральном лагере и даст нам квест на эту главу. Я как-то так это понял, надеюсь, это правильно. Также не стоит забывать о том, что основные задания, которые разблокируют нам главы, помечены жёлтым восклицательным знаком на карте. Следующий реагент, который нам потребуется, это «Тлеющий пепел Феникса». Дропается он с фениксов на берегах пробуждения. Скорее всего, в тот момент, когда вы делали квестики на кузнечное дело или инженерное дело, эти виклики на здания, то вы вылутывали «Тлеющий пепел». Теперь же его нужно собрать 15 штук. Имеется хорошее местечко, оно на данный момент продемонстрировано. Последний реагент, который нам потребуется, это пепельное перо. Потребуется их 20 штучек. С целью того, чтобы видеть пепельные перья, нам потребуется амулет пепельного пера, купленный у Жуля. Жуль находится на самом верху обсидианового трона в крепости. Там, где сидит Гневион, Сабелион, по правую руку от них находится Жуль и продаёт этот самый амулет. Используем его, находим какую-нибудь ровную площадку для себя, крутим камерой и лутаем эти перья. 20 штучек вылутаются довольно-таки быстро. Когда мы соберём абсолютно все реагенты, то летим к Торджину. И у него мы берём квестик, сдаём все абсолютные реагенты, то есть это перья, пепел феникса, актуального драгонфлайтовского, и талисман из пепла феникса. Таким образом, завершив квест, мы получаем питомца. Питомца можно оставить себе, либо продать на аукционе. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok